Доброе утро! У меня сегодня с утра к вам всего лишь два вопроса. Скажите, вы хотели бы всю свою жизнь или большую часть жизни провести в состоянии заколдованности или очарованности? Помните сказку Вильгельма Гауфа «Карлик нос»? Маленький Якоб обидел старуху-колдунью на рынке, и она его в наказание заколдовала. И он провел у нее в работниках полных семь лет. Затем случайно в кладовую колдунью он наткнулся на те самые травы, с помощью которых она его заколдовала, и очнулся от чар. Якоб побежал домой к матери, полагая, что проспал пару часов. А на самом деле прошло полных семь лет, и он превратился в маленького карлика с длинным носом, и родная мать не узнала его. Вспомнили? Тогда давайте я еще раз задам свой первый вопрос. Вы хотели бы провести 7 лет своей жизни или больше, или всю жизнь в состоянии зачарованности, заколдованности, не понимая, что происходит, и кто тебя окружает в реальности, и что ты делаешь, и зачем, и для кого? Не хотели бы? Я вас понимаю. Тогда у меня к вам второй вопрос. Скажите, вам когда-нибудь случалось в своей жизни разочаровываться в ком-либо или в чем-либо, и любите ли вы разочаровываться? Случалось? Не любите? Я понимаю. Помните, что сказал в «Гарри Поттере» Рон Уизли, который объелся конфет, вызывающих любовное очарование, после того, как профессор зелье варенья расколдовал его? Эти девчонки меня убивают. Вообще-то, если честно, Рон не прав. Ни девчонки, ни мальчишки, ни мужчины и ни женщины, а только лишь наша очарованность и наше неадекватное восприятие реальности, если не убивают, то как минимум сильно калечат нас и нашу жизнь, часто годами. И самые прозорливые из вас, возможно, уже догадались, куда я клоню. Каждый раз, когда мы с вами испытываем разочарование, в этот самый момент мы по факту снимаем с себя некое очарование, некое наваждение, некую околдованность. Разве не так? Плохо это или хорошо? Мы с вами вроде бы уже договорились, что это хорошо. Приятно ли это? Нет, неприятно. Но это очень хорошо. Разочарование – это хорошо. Все знают фразу, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Согласен с ней полностью. Но вот вам мой маленький совет. Если вы все-таки очаровались кем-то или чем-то, а потом, слава богу, разочаровались, то радуйтесь, 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 как бы больно вам в этот момент не было. Потому что только теперь вы вернулись в нормальную, настоящую, реальную, живую жизнь. И она лучше любых наших и не наших грез. С добрым утром!